Продолжение следует... Мы приступаем к обмену нотами относительно представительства интересов России в Грузии, Швейцарской конфедерации. И сегодня мы провели насыщенные и конструктивные переговоры в атмосфере открытости и взаимного доверия. Мы констатировали поступательное развитие наших двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере, особенно в инвестиционной сфере, и договорились поддерживать ускорение работы по тем направлениям, которые были определены на последнем заседании Межправительственной торгово-экономической комиссии. Есть конкретные планы по укреплению нашей договорно-правовой базы, и здесь выделю приближающееся завершение работы над соглашением об упрощении визового режима и над соглашением о реадмиссии. Учитывая, что Швейцария присоединилась к режиму Шенгенской зоны, мы договорились как можно скорее выйти на подписание этих документов. Есть у нас и значительные планы в сфере углубления культурного сотрудничества. Также завершается подготовка проекта декларации о взаимодействии в этой области, и также рассчитываем ее в обозримом будущем подписать. Но тем временем культурное взаимодействие развивается, запланирована крупная серия мероприятий, в том числе в связи с подготовкой 210-й годовщины альпийского похода Суворова. Мы обсудили и международные дела, в том числе вопросы, связанные с открытием секции интересов России в посольстве Швейцарии и в Грузии. Мы признатели нашим швейцарским коллегам за такую договоренность. Она, безусловно, будет отвечать интересам нормализации обстановки и, в конечном счете, интересам поддержания контактов между российским и грузинским народами. Мы только что обменялись нотами, которые, как было объявлено, составляют в совокупности межправительственные соглашения на эту тему. Мы также обсудили и другие международные вопросы. Особый интерес был проявлен к инициативе президента Медведева о разработке нового договора о евроатлантической безопасности. Мы с госпожой Кальмирой участвовали в начавшихся дискуссиях на эту тему в рамках ОБСЕ. Я сегодня проинформировал мою коллегу о наших дальнейших планах, о продвижении этой инициативы на самых различных площадках, в том числе и с участием политологов. И здесь, думаю, опыт Швейцарии вполне может пригодиться. У нас общие позиции в том, что касается необходимости укрепления центральной роли ООН, в том, что касается верховенства международного права. Сегодня мы договорились о новом плане консультации между нашими министерствами на будущий год, который охватывает и проблематику безопасности, и вопросы двусторонних отношений, и вопросы участия наших делегаций в международных организациях. По самым разным направлениям, включая и гуманитарную область, область прав человека. Так что я удовлетворен сегодняшними переговорами, благодарю наших швейцарских коллег за конструктивную работу, и с удовольствием принимаю приглашение посетить Швейцарию, которое мне сегодня госпожа Кальмиро передала. Спасибо. Дамы и господа. Я очень рада находиться здесь, в Москве, снова, после моего визита в прошлом году, когда с моим коллегой мы подписали меморандум о взаимопонимании, то есть соглашении между Россией и Швейцарией, для того, чтобы институционизировать и еще больше интенсифицировать наши двусторонние отношения. Эти отношения являются разнообразными, богатыми, и мы смогли увидеть богатство этих отношений сегодня утром, поскольку мы обсудили очень различные темы, но эти отношения очень давние. Они были установлены несколько веков назад, и в 2006 году мы смогли увидеть, что уже 190 лет у нас были установлены консульские отношения с Россией. Сто лет назад было открыто представительство в Санкт-Петербурге и в Женеве. Есть газета, сайт в интернете полностью на русском языке, называется «Наша газета», которая направлена, предлагается для русских, которые живут в Швейцарии. И также здесь очень важно сказать, что Швейцария присоединилась со вчерашнего дня к шенгенскому пространству, и начиная с понедельника здесь, в России, будут выдаваться шенгенские визы российским гражданам, по сути, Швейцарии. Эти визы будут позволять россиянам въезжать на все шенгенское пространство со швейцарской визой. И мы надеемся, что мы сможем еще облегчить, как мой коллега сказал.